Полно вам, люди, себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Как раз в программе «Целебная кулинария» в гостях у Юрия Шутунова. Юрий, я слышал твою любимую, знаешь, как бы сказать, разведка доносит, что ты начал любить там строганину, что-то такое сырое. Уже давно. Как ты его делаешь? Откуда это пошло? Ну, вообще, это пошло, скажем так, лет, наверное, 15 назад, или, может, чуть меньше, да, там, 12. Мы приехали то ли в Сурбут, то ли в Невтиюганск, то ли, ну, в общем, там где-то в регионе. Ну, и в ресторане, конечно же, читаю минимум, ну, и спрашиваю, что это такое. А там есть рыба муксун, это местная рыба. Я говорю, принесите попробовать, что это такое. Они говорят, ну, это мороженое просто рыба, полезное дольчиками. И, соответственно, соль и перец. Ну, и принесли, я попробовал, мне понравилось безумно вообще. И с тех пор, когда я нахожусь в том регионе, то есть это первое, что я заказываю. Эту рыбку. И не только эту, там есть еще рыбы. Нельма, по-моему, она называется. Ага, а я, знаешь, знаю, как раз был Михаил Мурагов в гостях. Значит, что он, я думал, что он там делает. Он также решил сделать сырое мясо. И знаешь, за счет чего сырое мясо, все мы там думали, почему вот удал переваривают кролика. Ученые думали. И они поставили такой опыт. Взяли, значит, два стакана, наполнили желудочно-кишечным соком. И бросили туда в один стакан вареную лягушку, в другой сырую лягушку. И смотрят, что с ними происходит. Значит, вареное начало перевариваться и остановилось. Сырое через какое-то время полностью рассосалось, как это говорят, и зубы, и когти, и шерсть, и так далее. За счет чего? Оказывается, в клетках, клетка, да, есть такие образования, лизосомы называется. Соляная кислота просто мембрану разрушает, потом мембран внутри где-то лизосомы, ферменты. Они выходят и все переваривают. Соня, по всему, вот вам и ответ, почему я в такой хорошей форме. И действительно, и сырая еду переваривается, ничего не откладывается в жир. И сырая еда как раз затрачивает меньше всего энергии на переваривание, и больше всего она ее отдает. Но при этом надо помнить одну такую вещь. Значит, для того, чтобы там никаких бактерий не было и прочее, вот как раз соль и перец. Почему струганина? Для того, чтобы все это тоненькими слоями, если что-то там имеется, оно просолилось, за счет соли убилось, за счет перца переварилось, или сожилось, и так далее, и так далее. То есть, лука, перца, соли, все это можно побольше. И даже, даже используют яблочный уксус. Пронамывается это, потом мельненько измельчает, кучу зелени, и получается очень хорошее блюдо, которое влияет как на здоровье. Я смотрел один японский фильм, там мясо как раз съел, ну, по сценарию, для того, чтобы свою жену благотворять. Ну, возможно. Что ты еще любишь из пищевых пристрастий? Ну, не знаю. Да все, по сути, я уже говорил, что я как бы ем все, что можно есть. Целое, жареное, пареное, вареное, не имеет значение. Ну, я думаю, что мы от твоего имени приготовим вот эту как раз рыбку с троганом. Мамы каши, рисовые каши. Каши. То есть, каша на воде, на молоке. Без разницы. Сахара, без сахара. Ну, как бы сахара чуть-чуть. Хорошо. Ну, соответственно, чуть-чуть, но так, чтобы для вкуса. Хорошо. Значит, мы как раз приготовим... Рыбу. Рыбу. И приготовим кашу. И так им займем. От Юрия, как и было. Манголи. Хорошо. Хорошо. Спасибо. И вам спасибо. Не буду больше золотопеплять, гостепенеца. Добро здоровиться. И вам не хороться. Спасибо. Как говорится. Спасибо. Итак, Юрий Шатунов говорит, что любит кушать разного рода каши. Прежде всего, чтобы приготовить кашу, надо понимать, а какое из зерен будет наиболее полезное. Зерно считается лучшим видом пищи для человека. И знаете почему? Потому что в процессе эволюции и пища, и организм не только человека, но и животных, они друг к другу привыкали. То есть каждый вид животного специализировался на поглощении того или иного рода пищи. К этому приспособились зубы. К этому приспособились особенности пищеварительной системы и человека, и животного. Ну и естественно, выделительной системы. Все это было приспособлено под употребление животным и в том числе человеком того или иного вида продуктов. И вот говоря о зерне, там оказывается все имеется для того, чтобы и питать человека, и, будем говорить, безболезненно выходить. Первонаперво надо объяснить, что собой представляет зерно. И я взял такой вот макетик, который наглядно все это демонстрирует. Значит, платочек – это внешняя оболочка зерна. Она защищает зерно и, вроде бы, как и не нужна. Но на самом деле это прочная такая часть с обилием микроэлементов, с жесткой клетчатки, которая, проходя по желудочно-кишечному тракту, будет как раз очищать и стимулировать на опорожнение. Значит, вот она. Его, как правило, в зерне, для того, чтобы она лучше хранилась, обдирают. И у нас остаются еще две части. Остается крахмал. Видите, вот он беленький. Это в основном тот продукт, который нас питает, дает энергию, дает нам силы. Также здесь содержится небольшое количество и белков. И вот я взял вот такие ключики, которые демонстрируют зародыш. Самая ценная часть, которая дает жизнь этому зерну, чтобы оно прорастало и далее превращалось в растение – это зародыш. То есть в зародыше сосредоточена жизнь, сосредоточены витамины, биологически активные вещества. Это самая ценная часть. Так вот, оказывается, самая ценная часть, она очень быстро портится, и его также удаляют. Все, выбрасывают. А нам-то надо, чтобы была и оболочка, и зародыш, и, естественно, крахмал. И в итоге, когда мы кушаем каши, которые продаются, это очень важно понимать, из зерен, зерны обдирные, мы в целом едим крахмал. Этот крахмал, естественно, нас питает, тут есть небольшое количество и белков. Вроде бы полезно, но не совсем. Если мы такие каши обдирные едим, мы не получаем достаточно количества витаминов на их усвоение, переваривание, не получаем микроэлементов, которые содержатся в оболочке. И, естественно, не получаем самой жизни, которая нам и нужна. Поэтому, первое, если вы хотите для целебной кулинарии использовать каши, используйте их всегда цельными. То есть каша должна быть цельной. Далее, как такую кашу лучше всего приготовить? Естественно, когда будет варка, процесс варки, то он улучшает вкусовые качества, он улучшает, там, несколько, будем говорить, пищеварительные качества. Но, тем не менее, он забирает самую ценную жизнь. Поэтому лучше всего кашу готовить следующим образом. Хорошенько промываем цельную крупу. Итак, для целебной кулинарии мы используем только цельную крупу. Промываем цельную крупу. Кипятим воду. Помещаем кашу в термос, в термос широкой горловины. Заливаем примерно на один объем крупы промытой, объема 3-4 воды кипятком. И оставляем на ночь. В течение ночи происходит естественный процесс распаривания. И зерно становится мягким, хорошо жующимся. При этом более-менее, более-менее сохраняет все свои целебные качества. Вот такую кашу лучше всего есть. Она будет и питать, и очищать. И важно понимать, что каша, в основном вот крахмалистая часть, превращаясь в энергию, она выводится очень легко. В виде воды, конечные этапы пищеварения нашего, и углекислого газа. Вода через почки удаляется, углекислый газ удаляется через легкие, и немножечко там белковых отработанных элементов будут выделяться через почки. То есть, нагрузка на организм от использования каш, можно сказать, минимальная. Поэтому-то наш организм лучше всего и приспособлен до питания кашами. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была Целебная кулинария. До новых встреч!